Всем привет! Я Кристина Скабия из Лакуна Койл, и вы смотрите Лаудуайр. Всем привет! Я Груамет из Лаудуайр. Настало время рубрики Википедия «Факт или миф», и сегодня с нами мисс Кристина Скабия из Лакуна Койл. Спасибо, что уделила нам немного своего времени. Всегда пожалуйста. Мы прочесали твою страничку Википедии, страничку Лакуна Койл. Давай разберемся, что из этого верно, что неверно. Надеюсь, много чего неверно, потому что я обожаю мифы. Посмотрим. Да. В общем, написано, что поначалу тебя наняли как временного вокалиста на запись демо-альбома, но после того, как услышали тебя лично, они попросили тебя стать участником группы. Ну и правда, и неправда, потому что тогда состав, конечно, был уже сформирован, но они хотели еще добавить женский вокал. И они знали, что я пою, что я умею петь. Ну и плюс тогда я была девушкой-басиста. А, понятно. Да, и поэтому вроде как для них было естественно просто позвать меня, позвать в студию и записать что-нибудь. Ну и когда они услышали результат, они подумали, что да, это супер, давайте так и продолжим. Ну вот так все и случилось. Но это не было так, что они вроде как наняли меня. Это было больше как «давайте сделаем это все вместе». А, так значит, все вроде как началось «а, да, мы знаем девушку одну». «Давайте ее позовем, она споет». Да, вроде того, вроде того. Они не были уверены в том, чтобы позвать женщину в коллектив, потому что тогда это было что-то необычное. Да, это действительно так. Особенно если говорить о рок-группах. Да, точно. Это было почти 20 лет назад, так что я чувствую себя такой старой. Но это было необычно, и по правде говоря, вначале были сомнения, особенно у Марко, ну потому что я была его девушкой, так что... О, да, здесь могли возникнуть сложности. Да, но все получилось. Да, получилось отлично. Я нашел противоречивую информацию. Написано, что поначалу «Лакуна Койл» раньше назывались «Этериэл», но в чем вопрос, так это в том, что где-то написано, что группа так называлась до того, как ты стала ее участником, а потом написано, что она так начала называться после того, как ты вошла в состав. Нет, я к ним присоединилась, когда они уже так назывались, и на нашей демо-кассете, потому что тогда еще были кассеты, было написано название «Этериэл», и мы изменили название на «Лакуна Койл» в тот день, когда мы подписали контракт в Центре Медиа, потому что мы хотели, чтобы у нас было какое-то свое неповторимое название, такое, чтобы ни у кого не было. А «Этериэл» было, кажется, в названии другой группы, или оно звучало как-то похоже на другую группу. Альбом «Кома Лайз». Ты чувствовала, что когда работала, была словно в коме, будто ты была вроде как в каком-то другом мире. Да, это правда. Мне интересно, когда ты в студии или вроде того, у тебя бывает так, что ты чувствуешь некий полет души. Просто работа в студии, она ведь может быть очень рутинной, очень однообразной. Честно говоря, да. Так и есть. Состояние, о котором ты говоришь, оно больше настигает тебя, когда ты сочиняешь. Да, да. Но на студии, конечно, твои действия больше как механистические, потому что ты знаешь уже, что нужно петь, ты понимаешь, что это все останется навсегда, и ты пытаешься выжать из себя все, даже когда у тебя сроки поджимают, и ты знаешь, что нужно записать к конкретному дню, а ты не сможешь этим заниматься в ближайший месяц, или, может быть, потому что ты устал или болен, или думаешь о чем-то другом. Но ты должен завершить свою работу в этот промежуток времени. Так что что-то похожее на кому или полет души это появляется в те моменты, когда ты сочиняешь. А для тебя сложно вообще саму себя настроить на такое состояние в студии? Да. Да, это сложно, конечно. Да, честно говоря, так и есть. Даже когда мы записываем демо, у меня нет своей личной студии, то есть у меня есть компьютер, микрофон, но это совсем не то, что я стою в студии, в которой иногда очень холодно, в смысле самой атмосферы, или даже в смысле просто температуры. И тебе, может быть, не очень-то уютно, не так, как у себя дома, в своей обстановке, в привычном тебе окружении. Так что иногда все может быть очень стерильным, и тебе приходится так работать. Вроде как, знаешь, «О, мне нужно голову держать вот так, потому что вот микрофон здесь». Так что я бы сказала, что это не совсем идеальная ситуация. Наверное, я вообще одна из немногих артистов, которые ненавидят запись. Обычно люди, «О, я так люблю записываться». Мне вообще не нравится. Обычно жду, не дождусь, когда закончится. Сочинять — да. Запись. Песня «Heaven's a Lie». Хотя и часто воспринимаются как антирелигиозная, я, правда, не знаю, кем, на самом деле ее текст не стоит воспринимать буквально. Да. Значит, факт. Это не значит, что мы не хотим задеть чьи-то чувства, не обидеть там кого-то, а просто потому, что там и мыслей такой не было, чтобы она была антирелигиозная. Тот рай, о котором идет речь в песне, это метафора на то, как люди пытаются внедрить в тебя их идеи, преподать тебе их образ жизни как эталонный. И песня больше направлена против этого. Когда мы говорим, что этот рай — все обман, это значит, что то, что хорошо тебе, оно может быть не так уж и хорошо мне. Так что мы не намеревались вроде как связать это все с религией. Мы вообще практически никогда не говорим про религию или политику. Не касаемся этих тем просто потому, что... Потому что не касаемся. Так значит, песня больше про антифанатизм, да? Да, это точно не была антирелигиозная песня. Написано, что альбом «Shallow Life» был первым концептуальным альбомом, который говорил о сегодняшних поверхностных образах жизни людей в мире. Да, это вроде как был несколько странный альбом для нас, потому что, мне кажется, его совсем не поняли. Потому что сами песни, они в стиле «Лакуна Койл». Хотя мы, конечно, делали пару экспериментов с некоторыми песнями, которые могли как-то сбить с толку людей. Как, например, песня «I like it». Но мы хотели также сделать что-то в ироничном стиле. И мы придерживались этой мысли даже, когда делали первую фотосессию. На этой фотосессии я просто оделась как артист, который поет поп-музыку, а Андреа оделся как рэпер. И это была вроде как шутка, но, как выяснилось, люди могут шуток вообще не понимать. И они такие смотрели на нас и «О нет, они сменили стиль музыки! Теперь она поп-принцесса!» И они теперь читают рэп. А мы вроде как просто взяли эти образы, чтобы через них показать, насколько жизнь может быть поверхностной. Потому что мы имели в виду, что за этим стоит еще что-то большее. Ну и тогда мы вроде как решили, что ладно, давайте оставим иронию для себя. Будем сами между собой так рады. Но люди так, в общем-то, и не поняли. Поэтому я и говорю, что запись была непонятой. Да, мне кажется, металлисты — люди такие, что могут все воспринимать близко к сердцу и начинают судить, прежде чем подумают о мелочах. Да, мы вообще большие шутники. Мы сами себя-то серьезно не воспринимаем. Мне было интересно повеселиться, когда мы снимали, например, видео к песне «I like it». Лакуна Койл была первой группой с солистом-женщиной на фестивале Оз Фест. Да, это правда, и это важный момент в карьере. Да, верно. У нас вообще было много значимых для нас моментов. Я очень рада тому, что все так получилось. Ведь нам даром ничего не доставалось. И сам этот факт очень необычный, что группа из Италии может также чего-то добиться в большом мире музыки. Да, это действительно так. Так что нам приходилось прикладывать усилия. И когда с нами предложили поработать первый и второй раз, я, конечно, была рада. И все не потому, что «О, я женщина, и смотрите все, что я могу», а потому что мне было интересно заниматься этим как женщине. Хотя, конечно, есть тут и вся эта женская тема. Чего я обманываю-то. Как бы то ни было, это просто супер. Ты ведь все-таки была первой женщиной, которая... Да, это было классно. У меня были возможности стать первой женщиной для обложки этого журнала и тому подобное. И сегодня мне очень радует глаз то, что я вижу, когда у многих групп в составе тоже есть девушки. И это уже не что-то такое странное. Да, раньше это было вроде как, если девушка в группе, то отдельный жанр. Да, да, вроде того, так и было. Хотя, конечно, и сейчас тоже навешивают этот ярлык. «О, девичья группа». Но все это постепенно уходит, и я рада, что мы от этого избавляемся. Ну, я имею в виду вообще все группы, которые сталкиваются с тем, что на них навешивают этот ярлык. Да, такой подход сегодня, конечно, выглядит старомодно. Музыкальное видео на песню «Файер» было снято, но его никогда не выпустят. Ну, все дело в том, что мы были в турах, мы были просто измотаны. Мы где-то по турам ездили около четырех месяцев без остановки. И мы сняли видео, в котором должен был быть совсем другой сюжет. И вообще такое, конечно, часто происходит. Обычно такое, зная, что у нас есть сценарий, все будет хорошо, так и снимем. А потом, когда снимем, получается совсем все не так, как задумано. И такое часто случается, и тебе приходится с этим мириться, как-то прорабатывать это, потому что ты знаешь, что ты должен снять это видео. Но когда мы посмотрели это видео, мы поняли, что мы выглядим очень уставшими. Мы подумали, да, от нас хотят видео, но, черт, мы выглядим так хреново. Так что большинство в нашей группе сказало, что ладно, давайте лучше не будем выпускать его. И здесь вообще очень смешно получается, потому что видео постоянно появляется в сети. Потому что компания, которая снимала, они все равно его выложили. Хотя мы и сказали нет. Лейбл постоянно отменял это все, а другие люди заново все это заливали. И мы такие, да ладно, что уж оставим теперь? Какая разница вообще? Подумаешь, будто первое видео, где мы выглядим как дерьмо. Так что особой разницы-то не сделает. Что поделать, какими уж родились? Да ладно, вы выглядите отлично. Ну и последний вопрос. Написано, что самая высокая нота, которую тебе удалось взять, это ля четвертой октавы. Не знаю, просто я никогда не изучала нотную грамоту, поэтому... Я так полагаю, что, наверное, кто-то сказал, что ля четвертая октава. Но это довольно высокая нота. Да, у меня бывает такое, что я могу петь очень высоко, но мы такое оставляем вроде как на заднем плане. Ну да, иногда я могу петь высоко. Иногда для меня это даже легче, чем петь в каком-то среднем диапазоне. Что, конечно, странно, но... Так значит, ты как Майк Паттон? Ну да, если бы так. Если бы так. Хотя гроулить я не умею. Но я обязательно научусь. Обязательно научусь. Спасибо, что уделила нам сегодня время. Всегда пожалуйста. Лакуна Койл. Новый альбом 2016 года. Да, 2016. Называется «Делириум». Спасибо тебе. С нами была Кристина Скабия. Чао. Чао. С нами была Кристина Скабия. С нами была Кристина Скабия. С нами была Кристина Скабия. Кристина Скабия.